здравствуйте меня зовут федор васильев наконец-таки настала весна а вместе с этим я подготовил для вас качественный контент для джума в этой статье в этой серии уроков я подготовил для вас 5 видео которые войдут информация как создать из вашего простого сайта джумла из ваших статей простой магазин то есть корзина который может быть прикручена к любому материалу джумла оформить заказ и отправить его на почту а также модуль фильтрации по встроенному функционалу джумла поля то есть сортировка по полям таких уроков у меня еще не было за все время по джумла поэтому это будет интересно пару видео будет посвящено seo оптимизации улучшения seo сайта и набор социальных кнопок поделиться в соцсетях тоже некая seo продвижение только через социальные сети но вы знаете кнопки поделиться в статьях только этот плагин позволяет добавлять все нужные соц кнопки для русскоязычных сайтов вайбер whatsapp telegram одноклассники skype и многое другое такие плагины я уже рассматривал и не раз но этот плагин я вам скорее всего еще не показывал чем он хорош давайте посмотрим в рамках данных видео уроков так в этом видео я хочу показать вам простую корзину для сайтов на джумла как она работает давайте сначала посмотрим что мы получим на что способен данный плагин который хочу в этом видео рассказать а потом уже приступим к настройке я давно искал уже похожий плагин этот плагин позволяет сделать небольшую корзину это не интернет магазин не полноценный но это такой небольшой отклик в сторону коммерции дать возможность людям не нагружая сайт тяжелыми там компонентами то есть кому не нужен прямо вот интернет-магазин но нужно например из некоторых статей джумла сделать возможность положить товар в корзину после чего человек нажимает заказать и информацию ход администратору сайта на почту где уже впоследствии администратор сайта обрабатывать заказ связывается с человеком и там человек оплачивает товар и так далее это может быть любой товар цифровой или физический платежная система прокрутить прикрутить здесь не получится как я уже сказал это простая корзина которая работает с ком контент джума то есть с родными статьями джума я уже естественно протестировал сейчас перед вами демо сайт и что здесь есть то есть во первых в модульной позиции вы можете вывести корзину с кнопкой где будет информация количество товаров то есть в корзину можно добавить несколько товаров до будет подсчет стоимости автоматически то есть вот плагин умеет читать плагин работает с полями джумла поля джумла которые вы можете создать для статей этот функционал я еще раньше не рассказывал в джумле есть такая возможность и как раз таки в этом уроке мы посмотрим частично коснемся вот этих вот полей взаимодействие от этих полей с нашим плагином корзины соответственно если мы зайдем в подробнее в какой-то товар если мы этот товар подключили то у нас точнее статью это подключили да то есть это простая статья джума у нас внизу появится кнопка добавить корзину и появится вот здесь вот счетчик где можно сразу выбрать например положить корзину сразу три товара то есть небольшой такой отклик до сторону интернет-магазина очень простое решение легкое возможно думаю многим это будет интересно сам плагин весь переведен на русский язык плагин бесплатный плагин от команды разработчиков джумлайн кто не знает найти вы вы сможете на сайте также разработчика он называется контент карт этот плагин можете скачать без регистрации и использовать ссылку на данных разработчиков в статье fedor васильев точку ком на своем сайте естественно я все приложу и давайте посмотрим как это работает нажимаем на кнопку добавить корзину джума сигнализирует что товар помещен в корзину кнопка превращается в зеленую перейти в корзину то есть прямо отсюда можно перейти и также здесь нам показывать модуль что количество товаров 1 итоговая сумма можем перейти в корзину эти поля настраиваются то есть человек может запомнить заполнить имя и мэйл телефон и комментарий к заказу отсюда он может решить возможно захочет большее количество товаров тогда и сумма тоже здесь считается или удалить товар если он передумал или он может добавить еще товары допустим когда показано количество товаров 2 то есть очень похожим на интернет-магазин но только очень простой то есть простая корзина до без онлайн оплаты и даже не имеет своего фильтра то есть фильтр поиска товара по критериям для этого у нас будет работать другой плагин другой модуль о котором мы поговорим в следующем видео также если человек заполнит данные нажмет оформить заказ информация должна уйти на почту администратору сайта также в свою очередь вы получите материалы автоматически созданы это есть заказа они не опубликованы это что-то вроде статистики да вы можете зайти во первых автоматически будет подставляться дата заказа и время когда человек заказал и в письме вы видите информацию сколько заказал количество товаров какой товар цена товара данные клиента имя фамилия mail телефон например если транзакция прошла успешно ну не транзакция человек в итоге вы с ним связались он оплатил ваш продукт вы можете нажать опубликовать сохранить на сайте это например выводиться не будет но это для вас пометка что если этот материал опубликован то этот заказ был закрыт и для этих естественно статей заведомо вы можете создать категорию которая будет называться заказы то есть все можно здесь структурировать чтобы все было красиво ровненько и понятненько давайте такой установим на сайт и посмотрим шаг за шагом как это все настраивается как все делается сразу хочется сказать о недостатках данного бесплатного плагина корзины они есть он очень капризны в плане кеширования сайта и сжимания css я вас крипт файл даже простое газе бежать и если вы включите в своем джума сайте ваш модуль сразу перестанет работать здесь какой исход не использовать газе бежать и но использовать например плагин gsh optimize плагин который оптимизирует очень хорошо сайт этот плагин я также использую на своем рабочем сайте fedor васильев точка ком дело в том что в плагине gsh optimize можно задать исключение чтобы исключить данную корзину от сжатия файлов тогда об весь сайт у вас будет сжиматься чтобы это быстро все работал да чтоб сайт быстро грузился но данную корзину мы исключаем следующая проблема с которой столкнуть это кеширование сайта в начале даже когда включите кэш возможно будет работать но потом на следующий день я попробовал корзину меня не работал то есть нужно отключить системный кэш и отключить плагин кеширования какой здесь тоже может быть обход этой ситуации потому что кешировать сайт нам нужно кеширование уменьшает количество запросов базе данных тем самым ускоряет работу сайта и меньше нагрузка на хостинг без кэша нам нельзя да придется надо прибегнуть хотя я не пробовал надо будет пробовать установить стороннее бесплатное решение так джод кэш это компоненты плагин замена стандартного кеширования на движке джума дело в том что данные расширения для джума позволяет удобно исключать из кеширования расширение как раз таки там можно задать будет исключение для данной корзины чтобы эта корзина не кешировалась не сжималась тогда она будет работать корректно теперь давайте уже приступим к рассмотрению данного плагина для этого я буду использовать другой свой демо сайт где я создал уже два материала больше ничего нет и все давайте с нуля посмотрим устанавливаем данное расширение на момент записи этого видео я буду использовать последнюю версию расширения контент карт это версия 114 перетаскиваю в область джума и устанавливают данное расширение разработчик внедрил форму пожертвования так как расширение бесплатное кто хочет может поддержать разработчиком монеткой а мы с вами переходим сразу в плагины отсортируем чтобы увидеть контент корзина она здесь по-русски у нас написано заходим включаем и давайте посмотрим настройки пункт меню на корзину нам нужно создать пункт меню до корзина сам пункт меню можно скрыть но это сейчас мы с вами сделаем если вы будете использовать цену в статьях то есть указывать то мы ставим да айди поле цены вот здесь сейчас как раз таки мы с вами познакомимся с полями джума кто не знает еще у меня таких уроков еще не было поэтому будем затрагивать так как данный плагин тесно работает с ядром джума а именно с полями дополнительные поля данных которые мы можем вводить в статьях символы валюты можно написать руб фильтрации по категориям исключить или включить у меня включить то есть у вас статейник например сайт и какие-то статьи или категории будут у вас являться как статья тире товар то есть у меня это джума пускай категория и wordpress эти категории я создал ранее в материалах джума область применения материалы данного плагина оставляем как есть категория для хранения заказов мы тоже сейчас ее создадим и назначим здесь подключить css да то есть можно отключить если будет использоваться css вашего шаблона у меня здесь обычный родной шаблон протастары вы должны понимать что выглядеть кнопка корзина будет по-разному зависимости от шаблона и вот здесь можно будет играться отключить включить зависимости как будет где красиво смотреться тут уже индивидуальный подход смотря как у вас шаблон и так мы сюда по сути рано зашли но я должен был показать что мы сейчас создаем пункт меню надо создать и категорию и создаем для заказов и информация о клиенте то есть это те поля когда человек нажмет на кнопку отправить заказ какие поля вы хотите собирать имя и выбираете все отключено обязательно для заполнения или не обязательно на ваше усмотрение я поставлю обязательное mail телефон не обязательно но заполнить по желанию примечание к заказу не обязательно и примечание к заказу можно написать комментарий к заказу чтобы это был как placeholder до прописано в поле сохранить закрыть перейдем с вами в модули здесь у нас также вместе с расширением установилась корзина это уже сам модуль который мы сейчас выведем заходим включаем заголовок если мы выводим корзина например или можно скрыть заголовок позиция зависит от вашего шаблона где вы хотите вывести у меня это позиция 7 позиция 7 его шаблона также можно управлять дизайном я оставляю как есть а показать на всех страницах вы решаете сами где будет показывать сохранить закрыть сейчас посмотрим на сайте вот у нас корзина уже появилась также этот модуль клику и сюда а можем поместить так сказать самый верх чтобы находился у нас здесь теперь пойдем создавать нужные категории переходим материал категории создаем категорию для заказов там где будут храниться у вас заказы создаем категорию корзина сюда мы привяжем пункт меню создадим корзина сохранить закрыть все теперь перейду в пункт меню создать материал материалы корзину сохранить закрыть да и пункт меню в принципе можем не выводить в самом меню до показать меню скрыть здесь будет теперь пометка для нас чтобы мы помнили что это меню скрыто из меню то есть мы имеем ввиду что мы скрываем его вот из этого меню который выводится на сайт возвращаемся с вами в плагин мы назначить должны сейчас с вами то что мы с вами создали пункт меню на корзину как раз таки видите теперь появилась корзина выбираем и категория для хранения заказов корзина заказы выбираем которые только что создали сохранить закрыть теперь давайте пройдем и познакомимся с вами с полями то есть материалы поля может создать группу полей ну в рамках этого урока мы рассматривать это не будем давайте поля создать поля и с вами сразу познакомимся первое что самое нужно если то что вы будете вводить цену выбираем цена заголовок обращаем внимание на то что после сохранения тип поменять будет нельзя чтобы вы понимали это различные данные для вывода которые позволят потом например удобно сортировать другим каким-то расширением для джумла и своим своего рода можно получить некий аналог каталога каких-то товаров благодаря функционалу самого джумла не прибегая к мощным расширением для джумла типа интернет-магазин или каких-то каталогов просто устанавливаем дополнительный какой дополнительный модуль фильтрации который будет фильтровать уже по заранее созданным а вот здесь с вами выбираем то есть тут можно и радио кнопку и checkbox выбрать и хочу сказать что есть дополнительное расширение как бесплатный так и платный которые позволяют сильно расширить вот это типы полей для джумла то есть тут и цвет можно задать то есть можно даже прям интернет-магазин сделать но больше будет похож на каталог для цены мы с вами оставляем текст тип текст а вот здесь мы выбираем с вами целое число сохранить после сохранения как я и говорил видите тип больше не доступен здесь параметры мы здесь не трогаем сохранить закрыть что происходит после этого когда мы создали с вами первое поле цена мы переходим материалы и те материалы которые вы будете продавать или товаров в этих материалах мы заходим в них и в каждый материал нам нужно будет добавить цену сколько стоит каждый товар то есть как мы только первое поле с вами создали у нас появляется в здесь вот такое поле где мы можем вставить шорт кодом но нам этот момент здесь не подходит мы с вами переходим также здесь появляется вкладка поле она есть появляется только после того как вы создадите хотя бы одно поле и мы с назначаем цену для данного товара например то 5 990 рублей сохранить закрыть и на примере я покажу еще с одним товаром также цена будет здесь 4000 то есть это другой товар сохранить закрыть что происходит на сайте обновимся у нас добавляется цена в анонсе статьи под каждым товаром где мы добавили зайдем внутрь также видим цену видим кнопку у нас с вами уже появилась и давайте проверим как это работает добавить в корзину товар добавляется в корзину но мы с вами не видим цену то есть мы с вами не до конца настроили данный плагин давайте отсюда удалю что мы с вами не настроили мы переходим в поля нам нужно получить идентификатор поле цены видим что идентификатор здесь справа у него единица мы с вами переходим в плагины это уже последний так сказать настройка заходим в нашу корзину вот она айди поле цены обязательно выставляем единицу здесь по сути настройка закончена давайте проверим перейдем в какой товар добавь в корзину видим что количество один и цена здесь подставляется все нормально важный момент если вы используете регистрацию на сайте то авторизованный пользователь когда авторизуется у нее автоматически поставится здесь имя и email останется просто и только телефон и комментарий к заказу оформить заказ ваш заказ принят в ближайшее время с вами свяжемся к корзина обнуляется все по нулям так и должно быть и вы как администратор сайта можете пройти увидеть вот он созданный только что заказ увидите информацию о клиенте и что он хочет купить естественно этот товар а эта статья она не публикуется на сайте это только для вас в админке пройдем с вами в почту здесь все хорошо видно что с моего сайта информация заказе вы видите вот этот самый заказ вся информация о клиенте его телефон email имя комментарий к заказу что он купил название товара цена товара думаю эта информация будет достаточно учитывая что это не полноценный интернет-магазин то есть вы на почту будете уведомлены да и этот заказ можете обработать на этом урок можно и заканчивать но что не хватает в идеале к этому плагину а не хватает ему фильтра чтобы человек мог еще и фильтровать товары по критериям по диапазону цены например да и по продуктам ну и по другим критериям для этого мы с вами прибегнем в следующем видео я покажу расширение для джумла который позволит еще и фильтровать ваши статьи как полноценный каталог товаров